Говорят, что готовить для всей семьи сложно и долго, но это не так. Достаточно всего одного дня в неделю уделить готовке, и ваша семья будет сыта всю неделю. С вами я, Нина Шабан, и кулинарное шоу «На неделю». Сегодня мы с вами приготовим блюдо, которое любят дети и не только. Это будут блинчики с мясом. А также из этих ингредиентов приготовим пару блюд, которые заморозим. А за быстрое блюдо у нас отвечает вафли со шпинатом. Ну что, за дело! Сегодня в выпуске мы будем готовить блинчики. Основное блюдо – блинчики с мясом. Если вы хотите тонкие блинчики, тогда тесто ваше должно быть немножко жидким. Из тех же ингредиентов мы приготовим блинчики с творогом, а также фрикадельки в томатном соусе и мешочки с грибами. Смотрите, какая красота! А это еще невероятно вкусно. А вот быстрым блюдом у нас будут вафли со шпинатом. И это будет не только вкусно, но и быстро, и очень полезно. И по традиции мы не забудем про фитнес, творчество и свою красоту. Для блинчиков с мясом нам понадобится лук, морковь, фарш. Я выбрала свиной, но вы можете взять любой, какой вы любите. А также нам понадобится мука, молоко и яйца. А для шпинатных вафель нам понадобится кефир, мука, шпинат и специи. Первым делом нарежем лук и натрем морковь на крупную терку. Лук разрезаем пополам. Нарезка лука не важна, поскольку мы фарш будем пробивать погружным блендером, но вы можете пропустить или через мясорубку, или взбить в блендере. Мы же нарезали лук, а сейчас натрем морковку на крупную терку. Теперь мы будем все обжаривать. Для этого мы ставим сковороду на плиту, нагреваем, добавляем масло и все обжариваем. Обжариваем лук. Добавляем морковь. Обратите внимание, что я лук всегда жарю до золотистой корочки. Мне нравится он больше по аромату и по вкусу. Теперь добавляем фарш. Мы все обжариваем. Вы можете добавить сюда грибы, например, шампиньоны, или если у вас есть дома белые грибы, давай из белой грибы. Мы потом посолим, поперчим, и к мясу подойдет очень хорошо специя кумин. Отлично! Посолим, поперчим. Начинка на блинчике готова. Мы ее сейчас перекладываем в емкость и будем пробивать погружным блендером. Я хочу оставить немножко начинки для того, чтобы вы сравнили фарш, который мы пробили погружным блендером, и фарш, который мы не пробивали погружным блендером. А вы уже решите сами, как вам будет удобнее и вкуснее. Все, фарш готов. Приступаем к блинчикам. Для этого берем миску, добавляем молоко, Одно яйцо. Перемешиваем. И теперь маленькими порциями добавляем муку. А это мы делаем для того, чтобы у нас не было комочков. Взбивать блинчики вы можете венчиком или миксером. Но мне удобно венчиком. Я миксером в основном взбиваю белки, когда нужно получить пышную пену. Это вот на зефир или безе. Теперь мы добавляем сахар и соль. Для того, чтобы наши блинчики не прилипли, мы добавляем растительное масло. Если вы хотите тонкие блинчики, тогда тесто ваше должно быть немножко жидким. А если вы любите блинчики такие толстые, я их называю еще бабушкины блинчики, тогда сделайте тесто более густой. Вот это будет хорошая сметана. И тогда ваши блинчики будут плотными. Вот такая консистенция у нас получилась. Я бы сказала кефир. Если вы хотите, чтобы ваши блинчики всегда получались, используйте блинную сковороду. И на ней, кроме блинчиков, больше ничего не жарьте. Добавляем масло. Разогреваем очень хорошо сковороду. Наливаем тесто и крутим по кругу. Я наливаю в один край весь черпачок и аккуратно прокручиваю по часовой стрелке. Вот если у вас вот такая получилась, вы можете черпачком. Теперь будем начинять. Берем блинчик, перекладываем начинку к краю. Загибаем край. Загибаем другой край. Центр. Придерживаем пальчиками здесь. И заворачиваем. Очень красиво. И сделаем с начинкой, которую мы не пробивали. Ну, для сравнения. Блинчики готовы. Вы их замораживаете. А когда вы захотите их приготовить, размораживайте, обжаривайте на сковороде или доводите в духовке до готовности. Блинчики я замораживаю в пакете для заморозки. Обжариваем блинчики. Я обжариваю всегда на сливочно-растительном масле. Блинчики обжарились. Я перекладываю на бумажное полотенце для того, чтобы впиталось лишнее масло. Сейчас разрежу блинчики, чтобы вы сравнили начинку. В этих блинчиках начинка однородная. А вот здесь она будет рассыпаться. А вы же решайте, как нравится вам. Для приготовления блинчиков с мясом смешиваем в миске яйца, сахар, соль, молоко, подсолнечное масло, после чего добавляем муку. Жарим блинчики из получившегося теста на блинной сковороде. Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на крупной терке. В сковороде на подсолнечном масле на большом огне обжариваем лук и морковь в течение 6 минут. Затем соединяем фарш с овощами, солим, перчим. На выпеченные блинчики выкладываем фарш, заворачиваем конвертами, выкладываем на противень и замораживаем. Храним в морозильной камере. Предварительно разморозив, обжариваем на подсолнечном масле в сковороде по 3 минуты с обеих сторон. В перерывах между готовкой всегда можно найти пару-тройку минут на себя любимую. И сегодня я вам покажу упражнение для улучшения осанки. Казалось бы, что за оно? Это упражнение на плечи, а именно на заднюю дельту. Многие из нас ведут сидячий образ жизни, что плохо сказывается на осанке, потому что передний пучок дельтовидных мышц развит больше, чем задний. И кроме этого, если хорошо проработать задний пучок дельтовидной мышцы, у нас не только приподнимется грудь, но и мы увеличимся в росте на пару сантиметров. Для работы над задней дельтой нам понадобятся две бутылочки с водой. Смотрите внимательно. Ножки на ширине плеч, корпус мы наклоняем на 90 либо на 120 градусов. Я рекомендую не на 90, а на 120, потому что так все-таки будет меньше нагрузка на поясницу. Животик мы втягиваем, никогда не забываем про пресс. Становимся, ручки опущены, медленно поднимаем руки в параллель, задерживаем на 1-2 секунды и медленно опускаем вниз. Внимание! Голову, как я, вбок не поворачиваем. Это очень опасно для мышц шеи. Голова смотрит прямо. Вниз ее не наклоняем, вверх ее не задираем. Одна линия с позвоночником и выдох делаем на усилия, на подъем вверх. Вдох делаем, когда опускаем. Поехали! Чем прямее мы держим руки, тем больше у нас нагрузка на дельтовидные мышцы. Если мы сгибаем чуть-чуть руки, то нагрузка у нас уменьшается. Я советую брать меньший вес, но делать упражнение правильно. Делаем 3 подхода по 15-20 повторений. Любите себя! Предлагаю сделать еще одну начинку. Это будет моя любимая начинка. Это творог, и мы его смешаем с сахаром. Я такие блинчики обжариваю себе на завтрак. Вы можете в творог добавить сухофрукты, орехи, корицу, яблоки. Почистите яблоко от кожуры и семян, натрите на крупную терку и добавляйте в творог. Я жарю блинчики на растительном масле. Многие жарят на сливочном. Но просто я жарю блинчики на высокой температуре, а сливочное масло на высокой температуре горит. Поэтому лучше всего использовать или сало, как моя бабушка, или растительное масло. Начинка готова. Теперь будем начинять. Мы их сделаем немножко другой формы. Блинчики с творогом вы замораживаете. А когда вы захотите их приготовить, можно приготовить двумя способами. Разморозили, обжарили на сковороде. Но я люблю обжаривать на сливочно-растительном масле, потому что сливочное масло при высокой температуре горит. А если вы смешать с растительным, тогда оно гореть не будет. А можете переложить блинчики в форму для запекания, смешать сахар со сметаной, залить блинчики и запекать в духовке при 180 градусах 10-15 минут. Ну же, сами выбирайте, каким способом вам будет вкуснее. Субтитры подогнал «Симон» Так, и посыпем сахарной пудрой. Посмотрите, как красиво! А это еще будет очень вкусно! А если вы приготовите на завтрак, то ваш день точно закончится успехом! Для приготовления блинчиков с творогом смешиваем сахар и творог. Выкладываем получившуюся массу на приготовленные ранее блинчики и сворачиваем трубочкой. Замораживаем. Храним в морозильной камере. Предварительно разморозив, обжариваем в сковороде или подогреваем в духовке. Подавать такие блинчики можно со сметаной или вареньем. Я вам еще предлагаю сделать одну начинку, грибную. Для этого мы возьмем шампиньоны и нарежем на пластинки. Обжариваем грибы. Для этого ставим сковороду на плиту, разогреваем и добавляем растительное масло. Обжариваем грибы. Я к шампиньонам всегда добавляю немного мускатного ореха. Он придает такую пикантную нотку. Пока обжариваются шампиньоны, натрем сыр на крупную терку. Сюда подойдет абсолютно любой сыр. Это может быть и творожный, и фета, и моцарелла. Но я предпочитаю обычный полутвердый сыр. Добавляем сливки. И нам нужно их выпарить, чтобы наша начинка загустела. Начинка загустела. Посмотрите, какая консистенция. И сейчас мы добавляем сыр. И все перемешаем. Начинка готова. Добавили сыр. Посолим и поверчим. И добавим немного мускатного ореха. Сделаем в мешочке. Для этого берем блинчик. Берем начинку. Выкладываем в центр. Подготовим себе лук. Сворачиваем мешочком. Подгибаем края. И завязываем луком. Смотрите, какая красота. А это еще невероятно вкусно. Блинчики с начинкой в виде мешочков я замораживаю в фольгированной форме. Потому что я их не размораживаю, а сразу ставлю запекать в духовку при 180 градусах 15 минут. Для приготовления мешочков с грибами сначала на сковороде обжариваем грибы, затем добавляем в них сливки и сыр. Перекладываем получившуюся начинку на ранее приготовленные блины. Сворачиваем мешочками и завязываем при помощи зеленого лука. Замораживаем. При приготовлении разогреваем в духовке. Сегодня я покажу простой способ декора, который удивит любого вашего гостя. Нам понадобится морковь, огурцы, зелень петрушки, зубочистки, овощечистка. Приступаем к декору. Берем морковь. С помощью овощечистки делаем тонкие слайсы. Вот таким образом. Сделаем несколько. В принципе, мне больше не понадобится. И то же самое делаем с огурцом. С помощью овощечистки делаем слайсы из огурца. Сделаю несколько. Вот таким образом. Приступаем непосредственно к созданию декора. Берем морковь, которую мы предварительно нарезали. Огурец. Возьму вот этот кусочек. Накладываем друг на друга. Подровняем. Отрежем лишнее, чтобы морковь и огурец были одного размера. Дальше делаем надрезы. Наискосок. Вот таким образом. Режем и морковь, и огурец одновременно. Полученную конструкцию скручиваем в трубочку. Почти готово. Фиксируем зубочисткой. Полученный декор расправляем. Для того, чтобы получился вот такой импровизированный цветочек. Готово. Дополню свое украшение еще одним элементом. Нам понадобится огурец. Этот способ еще проще. Обычный слайс от огурца скручиваем в трубочку. Вот таким образом. Формируем из него цилиндр. Цилиндр-башенку. Фиксируем зубочисткой. Вот такой простой и красивый декор получился. Пусть еда будет не только вкусной, но и красивой. У меня осталось немного фарша, и я вам предлагаю сделать фрикадельки. Для этого берем фарш. Добавляем одно яйцо. Соль, перец. Все перемешиваем. Добавим немного воды. Насыщаем кислородом. Фарш мы насыщаем кислородом для того, чтобы наши стептельки были нежные и очень сочные. Делаем фрикадельки. Вам лучше всего их замораживать на доске, но поскольку я их сегодня готовлю, поэтому я их сразу перекладываю в форму для запекания. Поставила себе мисочку с водой для того, чтобы смачивать с ручки, чтобы мне было удобно формировать фрикадельки. Берем фарш и разделяем на маленькие шарики. Ставим фрикадельки в духовку при 180 градусах буквально на 7 минут для того, чтобы они схватились. А затем мы зальем их соусом. Тефтельки подрумянились. Заливаем соусом. Немного посолю-поперчу. И добавлю немного сахара. Я всегда в томаты добавляю сахар. Так, все. Ставим еще буквально на 10 минут. А на гарнир я предлагаю отварить макароны. Тефтельки подрумянились. Они безумно ароматные. Я их подаю с пастой. Может возникнуть вопрос, а можно ли сделать с другим соусом? Конечно, можно. Например, сюда отлично подойдет сливочный соус. Или сметанный. И мне хочется посыпать немного сыром. Сыр я натру на мелкую терку, чтобы была такая пышная подушечка. Смотрите, как вкусно, красиво. А если вы будете готовить со сливочным соусом, тогда вы тоже немножко подпекайте тефтельки, заливайте сливочным соусом и запекайте. На тефтельки можно приготовить в сотейнике. Тогда вы тефтельки обжариваете, в сотейнике делаете соус и перекладываете тефтельки в сотейник. Творите, готовьте вместе со мной. Для приготовления фрикаделек в томатном соусе сначала делим фарш на шарики и панируем их в муке. Замораживаем. Храним в морозильной камере. Предварительно разморозив, заливаем томатным соусом и запекаем в духовке в течение 20 минут при 180 градусах. Подавать такие фрикадельки можно, например, с фетучини. Самое время позаботиться о себе. И сегодня я расскажу о том, как это сделать просто, а главное, полезно при помощи продуктов, которые есть у вас под рукой. Поделюсь с вами рецептом морковной маски, который подойдет для кожи лица, шеи и кожи рук. Для приготовления маски для лица нам понадобится морковь, помидор и яичный белок. Морковь необходимо предварительно очистить и натереть на мелкой терке. Морковь необходимо хорошо отжать. И сок нам понадобится для приготовления еще одной маски. И так же поступаем с помидором. Будьте осторожны, чтобы сок не попал на вашу одежду. Кстати, сок помидора нам также понадобится для приготовления следующей маски. Добавляем яичный белок. И хорошенько перемешиваем. Такая маска понравится обладательницам жирной кожи, поскольку белок очень хорошо сужает поры. Уменьшает, видимо, черных точек, уменьшает воспаление. А бонусом морковка еще и улучшит загар, если вы эту маску будете делать в этом. Маска должна получиться достаточно жидкой, но пусть вас это не пугает. Нужно наносить при помощи пальцев рук, но лучше все-таки взять веерную кисть. И поэтапно наслаивать на чистую кожу лица. Маска засохнет небольшой пленочкой, что поможет достичь хорошего лифтинг-эффекта. Также такая пленочка поспособствует глубокому проникновению продуктов в кожу. Такую маску необходимо делать строго вечером, поскольку кислоты могут повысить чувствительность кожи к солнцу. И могут появиться пигментные пятна. Поэтому после использования утром не забудьте нанести крем с Испиев. Курс такой маски должен составлять 2 месяца с повторением 1 раз в неделю. Экспозиция маски составляет 15-20 минут. Как только маска хорошо стянула кожу, можно маску смывать при помощи очищающего геля. И не забудьте увлажняющий крем. Ну а теперь давайте позаботимся о коже наших рук. Возьмем мякоть морковочки, сок помидора, вместе с соком моркови. Добавляем желток яйца для придания питания нашим ручкам. И добавляем пару капель оливкового масла. Полученная масса хорошо восстановит сухую и поврежденную холодами кожу рук. Необходимо обильно смазать ручки и надеть либо перчатки, либо же обмотать при помощи пищевой пленки и ходить 30 минут. Такая смесь может храниться в холодильнике до 5 дней. Для достижения стойкого результата необходимо повторять нашу процедуру через день курсом длиной в месяц. А для поддержания результата повторять 1 раз в 7-10 дней. Маска жидковата. Это не очень удобно, но тем не менее очень эффективно, поскольку не всегда кремы способны восстановить раздраженную кожу рук. Делайте с удовольствием и будьте красивыми! Сейчас мы с вами приготовим вафли со шпинатом. Да-да, вы не ослышались! Со шпинатом. И это будет не только вкусно, но и быстро, и очень полезно. За дело! Берем миску, добавляем шпинат, яйца, кефир. Перемешиваем. Две ложечки муки. У меня было 120 граммов шпината, поэтому я взяла 2 яйца, 100 миллилитров кефира и 2 столовые ложечки муки. Соль, перец. Вот такая консистенция должна получиться. Заливаем форму. Я еще люблю добавлять брокколи, но это уже на любителях. Так, вафли готовы. Какие они ароматные. И я вам хочу предложить один вариант, как я люблю есть вафли на завтрак. И еще, обратите внимание, казалось бы, да, одинаковый рецепт, одинаковые вафли, но есть здесь маленький секрет. В эти вафли я добавила разрыхлитель, а в эти не добавляла. Все зависит от результата, который вы хотите получить. Эти будут более нежные и не хрустящие, а с разрыхлителем будут более плотные и хрустящие. Как подать о вафле на завтрак? Я беру сыр фета, хаотично распределяю по всем вафлям. Нарезаю лосось слайсами, и сверху выкладываю шпинат. Вот так получается вкусный и полезный завтрак. А еще очень быстрый. При приготовлении вафель со шпинатом смешиваем шпинат, кефир, яйца, муку, соль и перец и перемешиваем венчиком. Вафли из получившегося теста выпекаем в вафельнице. Подавать их можно с лососем, шпинатом и фетой. Сегодня мы с вами приготовили блинчики с мясом. А также из этих ингредиентов приготовили пару вкусных блюд, которыми вы сможете разнообразить на рацион вашей семьи на целую неделю. А быстрым блюдом у нас были вафли со шпинатом. До скорых встреч на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»